Совет ветеранов сухопутных войск, участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны всегда очень уважительно относился к независимому каналу Севастополя. Мы считали их своими друзьями, и когда севастопольцы скандируют, что НТС молодцы, НТС герои, мы целиком это дело поддерживаем. Вместе с тем я хотел бы отметить, что в прошедшую пятницу прошел внеочередная конференция комитета ветеранов войны города Севастополя, на которой первым вопросом был вопрос о поддержании Координационного совета, поддержании Чалова Алексея Михайловича и поддержании севастопольцев, которые активно стоят за свой город. Вместе с тем мы высказали свое непонимание, когда городской совет спрятался за ширму городского совета, как единственной легитимной силой Севастополя, и нам непонятно позиции афганцев, которые с определенной своей частью стояли на Майдане, а вчера мы видели, с каким треском выгнали из Севастополя их руководителя Куницына. На комитете ветеранов войны одним из вопросов был поднят идеологический вопрос, связанный с тем, насколько правомерны действия севастопольцев в сегодняшней ситуации. Когда мы слышим о том, что мэр Львова говорит о том, что «товарищи, что вы, смотрите, какие мы хорошие, пушистые, ведь мы же ничего не делаем, мы ничего не имеем против севастопольцев». И в то же время хотелось бы напомнить, разве мы все не видели, как во Львове уничтожались памятники героям Великой Отечественной войны, как с ветеранов Великой Отечественной войны срывались гвардейские ленточки, медали и ордена, разве мы не видели, как уничтожались памятники Ленину, разве мы не видели факельные шествия, и разве, наконец, Тягнебог не из Львова, не из тех районов? И вот Комитет ветеранов войны сделал подборку выступлений этого политика. И если наберетесь терпения, послушайте, пожалуйста, я некоторые фразы зачитаю прямо персонально, так, как они звучали, можно. Как коренной житель Востока могу уверенно заявить, что украинцев Крыма, Донбасса, Харькова, Одессы, Николаева, Херсона, Кривого Рога, Запорожья и Кременчуга и других рукоязычных городов, русскоязычных, можно уничтожить только с помощью тоталитарной военной диктатуры и репрессивными мерами. Это тогда, когда защитникам двуязычия будут выбивать зубы прикладами автоматов, расстреливать украинофобов на месте без суда и следствия. А вот другая фраза. Чтобы создать действительно украинскую Украину в городе Востока и Юга, одной лишь люстрации будет мало. Надо, чтобы это вообще отменить парламентаризм, запретить все политические партии, национализировать всю промышленность, все СМИ, запретить ввоз в Украину любой литературы из Российской Федерации, запретить печатать что-либо на русском языке, даже буквари, полностью заменить руководящий состав госслужащих, управление образования, всех военнослужащих на Востоке, физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов, быстро без суда и следствия расстрелять. Реестр при этом можно не составлять. Казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских и протатарских. Сейчас Украина объявила устами своих политических руководителей, что они объявляют политическую войну Путину. Кому? Тому человеку, который имеет на сегодня самый высокий рейтинг среди всех городов, среди всех государств мира. 74,4% по международной оценке поддерживает Путина. Это человек, политик года прошедшего, который обошел и американцев, и немцев, и тем более французов и других. Как можно объявлять ему войну? Я читаю дальше. Это не гуманно имеется в виду расстрелы и уничтожения. Это не по-христиански, но довольно эффективно. Целесообразно нечто вроде китайской культурной революции. Устранить и применить методы Кампучии времен Палпота по отношению к городскому русскоязычному населению. Русскоязычных на поля работать под принуждением. Или новый голодомор для русскоязычных городов организовать, чтобы уменьшить их население. Только необходимо предварительно вывести оттуда украиноязычных украинцев, в списке которых будут утверждать местные ячейки организации «Свобода». Города окружить войсками, блокировать и лучше зимой. Выключить газ, свет, воду, перекрыть канализацию, мобилизационную связь. Скажите, пожалуйста, насколько это гуманно? Кто может поручиться за то, что это действительно люди, которые стремятся, как они утверждают, к созданию свободной Украины и которые не имеют претензий к русскому населению? Хлопцы из УПА в лесных схонорах, герои Галичина, все считают, что надо ликвидировать все русскоязычное население. Для 45-миллионной Украины исчезновение 6 миллионов русских будет незаметно. Я уже не говорю, что надо все это провести в течение недели. А вот еще одна фраза. Чтобы из донбасских или харьковских детей создать украиноязычных, украиномыслящих националистов-украинцев, надо их от родителей изолировать, создать молодежные и детские организации, которые будут идеологически школить детей с детского сада, воспитывать из них Павликов Морозовых, чтобы на родителей украинофобцев они доносили. Это возможно в условиях тоталитаризма, диктатуры и милитаризма. Изолировать это, конечно, нереально. А вот конфронтация родителей и детей на востоке и юге вполне реальный и единственно возможный, как мне кажется, выход из создавшегося положения. И, наконец, я хочу прочитать последнюю дикую фразу из того, что было высказано. Проще украинизировать Папуа-Новую Гвинею, чем Севастополь. Чтобы оставить его в составе украинского государства, тем более социально-националистического государства, все население этого города должно быть ликвидировано, кроме украинской общины. Поскольку там находится оккупационный флот, а также морская авиация в поселке Кача, что в 20 километрах от Севастополя, а это может повлечь за собой вооруженный конфликт с Российской Федерацией, то там украинизацию можно проводить только с помощью массовой стереализации населения под видом вакцинации, распространения смертельных вирусов, инфекций, отравления питьевой воды, применения химического, бактериологического и бактериологического оружия. А затем убивать. Вот вам ответы на все те вопросы, которые сегодня украинские политики ставят и говорят о том, что неправильно сделали русскоязычное население, что поднялось в Севастополе, в Крыму, в восточных границах, что не было со стороны украинской власти никакого насилия по отношению к ним, что мы не запрещали русский язык, хотя самой первой акцией, которую провело нынешнее правительство, это было именно запрет русского языка. Товарищи севастопольцы, мы правильно с вами сделали, что поднялись против этого бесновующегося на сегодняшний день правительства. Давайте и дальше отстаивать город. Я сегодня прошел по нему, на площади нет никого, и это первое свидетельство того, что в городе спокойствие, которое создано нашей силой, нашей властью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова